Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с тобой в серверном проекте Мазухолеплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну что же, дамы и господа, в этом ролике я вам покажу, как у нас проходил обед наград, сколько мы заработали денег, что мы сделали с компанией, и также я вам покажу наш новый бизнес. Поэтому, видос будет максимально интересный, бизнес, пацаны, стоит больше, чем 1 миллиард, поэтому я вам советую ролик посмотреть от начала до конца. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки и подписываться на канал. Давайте постараемся в этом ролике, наверное, 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто планирует играть на проекте Мазухолеплей, конечно же, есть мой промокод, пишите слэш-мэм, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов. Данный промокод можно ввести на любом серваке, вам всего лишь нужно зайти на любой сервак, ввести мой промокод, прокачать уровень, и вы получаете деньги. Ну что ж, я думаю, можно начинать. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, мы начнем изначально с транспорта компании, что с ней вообще случилось, сколько мы с ней заработали, и как вообще прошел обмен наград. Получается, мы обменивали 191 награду, по-моему, если я не ошибаюсь, это реально много. Там вход был 5 с чем-то миллионов, выход 6,3, по-моему. Я на таком обмене, в принципе, еще не был нигде, ни на каком серваке, потому что, ну, такие 190 наград, это много, хотя мы нахотели накопить 200 наград, но мы как бы решили то, что именно в этот день будем обмен наград делать, потому что, ну, в другой день мы не стали бы этого сделать, потому что Америкос как бы работает, а на выходных он, в принципе, не играет. И поэтому именно в четверг, получается, мы делали обмен наград. По итогу я могу сказать то, что за 3 месяца, пацаны, с нее заработали 600 миллионов рублей, как бы это достаточно много, но, пацаны, что еще хочу сказать, это с этого обмена, который был недавно, мы заработали там 250 миллионов, а перед этим у нас был обмен, мы заработали, по-моему, 160 миллионов или чуть больше, по-моему. Я точно не помню, потому что на первом обмене наград меня не было, на втором обмене я вот был. По итогу, если суммировать, у нас было, получается, 2 обмена, и плюс на компанию мы заработали 200 миллионов, то за все время, за 3 месяца, получается, 600 миллионов рублей. Я считаю, это реально очень много, но мы, в принципе, старались, мы реально потели, катали просто часами. Я думаю, мы, в принципе, как бы заслужили получить такую прибыль. Как я думаю, вы уже заметили, то, что данная компания уже принадлежит не нам, то есть мы ее слили в гос, получается, и теперь, как бы, эта компания принадлежит вообще совсем другим людям, как бы, вот, это раньше была наша компания, Теперь ее купили какие-то пацанчики, там, не знаю, будут топы брать, может быть, хотя... Я сейчас предлагаю, пацаны, вам посмотреть на резку именно сами на наград, и потом я вам покажу, где находится наша новая транспортная компания, и покажу наш новый семейный топовый бизнес. О, Робин... Сети 43 человека. Ебать, а Брикит, сколько бы нас людей-то катало? Цифин, пропишите. Вышелся в ПК, давай, работаем, работаем. 43, 43 человека. А, 43, подожди, одну монету. Да, уже там. Ждем одного и начинаем. Все, запускается ракета, пацаны, все. А нельзя сделать, чтобы сразу все награды обменять или по 10? Нет, нельзя. Ты думаешь, разработчики Мазинга когда-то могли думать, что подобное будет происходить? Поздравляю! Ура! Здравствуйте, компания, и катаем. Деньги закидали. Теперь все за фуры! Кто-то брал, закидывайте. Сейчас 220. 220. Ну что ж, дамы и господа, вот вы посмотрели, как прошел у нас обмен наград. На самом деле, было сложно, потому что, как бы, 200 наград мало кто обменивает вообще на втором серваке. Ну, мало кто это делает, реально. Там, в основном, копят по 100 наград и обменивают. А здесь, именно, у нас было почти 200 наград. И сумма, как бы, была для входа 5,5 миллиона, по-моему. То есть, сумма довольно-таки, вроде бы, не особо большая, но не у каждого она, как бы, есть. Чтобы сделать обмен, мы, реально, полтора часа просто собирали людей. И потом, наконец-то, мы сделали обмен. Все, как бы, получили свои деньги, все заработали. Поэтому, вот, в принципе, такие вот дела. Небо в ночи брызгит, малиновый рассвет обойдет мой сон. Лето давит мысли, я на ветру повысь, ну и буду ждать разгон. Никакой писатель меня не удивит. Я воспитан мелодией окна. И, может быть, когда свет подарит моим близким тепло, Я отвечу им так же, спасибо, мама. Ветер гонит в океан, там огромный великан. Он давно уже затих, маны просят план. Я по-тихому лечу, мои крылья тороплю. Побоюсь, что на, на мочу манту. Руку до небес, а то атаманы бес. Там, где дети побалдеи, раскуривают вес. Наши ночи напролет, календари переплет. Укажи мне дорогу, хип-хоп послет. Моя, а я твоя лесть, я у ингу же есть. Подари надежду жить, по природе колесить. Друг, меня морозит звук, передай это вокруг. Друг, нам напел местный гид, я пою для рук. Небо в ночи брызги, малиновый рассвет обойдет мой сон. Лето дарит мысли, я на ветру прорисну и буду ждать разгон. Небо в ночи брызги, малиновый рассвет обойдет мой сон. Лето дарит мысли, я на ветру прорисну и буду ждать разгон. С тобою время перепят, я почти раз добром и дур... Максим сделал обмен наград, слил госкомпанию, слил госмагнумы и по итогу я решил создать свою транспортную компанию, а он купил себе топовый бизнес. Так, давайте я вам покажу вообще наши успехи, потому что, ну в принципе мы уже поработали несколько дней, а именно сколько мы поработали. Ну в четверг мы не работали, сегодня насторник получается, или понедельник, а сегодня понедельник. Ну давайте я вам покажу, вот за выходные в принципе сколько мы заработали. Как бы у нас 24 награды получается. Компания полностью новая, пацаны. Я реально с нуля создал, я думаю вы это видели. То есть теперь это моя транспортная компания, но пацаны, как бы я не особо богатый кентик, поэтому у нас как бы пока что нету магнумов. Вот реально все, кто работают, пацаны, вам просто огромное спасибо. Ну и девушки тоже здесь имеются. Вам реально просто огромное спасибо, кто у нас работает. Прям вы просто красавчики. Всем реально огромное просто спасибо, потому что, ну если бы не эти люди, у меня бы реально ничего не получалось бы. Давайте я вам покажу сколько я накатал. У нас процент, если что, 5. Да, скилл у меня, пацаны, уже 79. Как бы если я взялся за компанию, как бы нужно ей заниматься. Я думаю вы сами это понимаете, то есть это не тот бизнес, который ты купил, и он тебе просто сам несет деньги. За свой опыт 3 месяца, как бы, я могу сказать то, что ну это реально жестко, как бы. Очень жестко реально держать позицию, поэтому будем пытаться, будем стараться. И надеюсь то, что у нас все получится. Пока что нету племий, нету магнумов. Сейчас мы копим 100 наград, делаем обмен. Я, получается, покупаю магнумы и делаю премии в компанию. Поэтому пацаны, кто желает, можете как бы сейчас к нам приходить, помогать. Ну что ж, дамы и господа, теперь я думаю самое время вам показать наш новый семейный топовый бизнес, который Максим приобрел после меня наград. Ну я думаю многие, как бы, уже поняли, я показывал, в принципе, вам в прошлом ролике, что это за бизнес. Но я вам не рассказывал, за сколько он его купил. И я вам расскажу, сколько он уже с него заработал. Я надеюсь, вы реально на этом ролике покажете такую же активность, как и на прошлом. На прошлом ролике вы набрали там, по-моему, 170 лайков. И если реально на этом ролике вы наберете очень много лайков, вот давайте так договоримся. Как бы Максимка не особо хочет финку показывать, поэтому пацаны, давайте так, если вы на этом ролике покажете реально очень хорошую активность, ну давайте 300 лайков. Как бы 200, я знаю, вы можете сделать, в принципе, если сильно захотите. Но давайте вы наберете на этом видео 300 лайков, и я вам покажу финку. Как бы есть там какие-то старые ролики, но именно в 2022 году никто не показывал финку, как бы, СТО. Да и в принципе ее никто не показывает, как бы, все скрывают в основном финку. Но хочу сказать так, то что за 4 дня, получается, Максим с этого бизнеса уже заработал 50 миллионов. Если честно, я сам немножко охренел, потому что все-таки, ну, как бы, СТОшечка, это на самом деле один из топовых бизнесов. Я вообще считаю в целом, то что это вообще самый интересный бизнес, потому что есть там АЗС, есть там Нотариус и так далее, ну есть много прибыльных бизнесов. Но я считаю то, что самый интересный бизнес, это именно, получается, СТО, потому что, ну, здесь реально различный тюнинг, как бы, здесь все связано с машинами. Но на любом проекте, на любом серваке, самая популярная тема, это машины, понимаете, поставить много тюнинга, тонировку, винилы, там, покрасить фары, там, туда-сюда. То есть я считаю то, что СТО, это реально именно самый просто интересный бизнес. Потому что я сам помню, то, что у меня был бизнес, как бы, СТО в 2000, блядь, честно, не помню, в каком году, в 2020, там, у меня был, или 19, там, я точно не помню. У меня тоже было СТО в городе Арзамас. То есть, пацаны, я знаю, что это такое вообще, я, ну, имею представление, потому что я держал СТОшку, пацаны, один год. Кто реально помнит, пацаны, то, что у меня была СТОшка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, мне реально будет приятно увидеть олдов просто моего канала. Ну, что ж, пацаны, я вам, в принципе, не рассказал самое главное, за сколько Максим купил этот бизнес. Он купил этот бизнес за 1 миллиард 400 миллионов. Ну, всё-таки, пацаны, сумма немаленькая, поэтому, в любом случае, он не окупится, там, за месяц. Ну, я думаю, за годик он должен, в принципе, окупиться, тем более будут, блядь, там, возможно, новые тюнинг, новые машины, новые диски, новые винилы. И когда будет такой большой ажиотаж, я думаю, филька здесь, пацаны, будет очень большая. Реально, очень большая. Вообще, изначально Максим планировал залететь на аукцион, который должен был, там, в ближайшее время пройти, потому что в городе Южном забрали 2 СТО на аукцион. Из-за того, что, ладно, владельцы, короче, бизнесов очень мало играли. У них там online был в день час, по-моему, если не меньше. То есть, они просто заходили, снимали бабки и всё. И из-за этого у них, в принципе, забрали, как бы, бизнесы. Плюс ещё, как бы, была монополия. Стояло, получается, плюс 80. Очень большие цены стояли. Из-за того, что эти люди мало играли, плюс была монополия, у них, как бы, забрали эти бизнесы. На самом деле, мне очень сложно записывать это видео, потому что я за выходные успел заболеть. Я, по-моему, в этом месяце уже болею второй раз. Мне максимально сложно снимать видео, на самом деле. У меня очень сильно благорило. Но я вам обещал, как бы, в ближайшее время выпустить видос. Я планировал выпустить в понедельник, поэтому... Не мог, как бы, просто забить хер, знаете, там, лечь и отдыхать. Как бы, я обещал. Как бы, я уже запланировал то, что я выпущу этот видос в понедельник. Значит, он должен выйти в понедельник. Я вам, в принципе, всё рассказал, показал, пацаны. Я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Потому что, мне кажется, он максимально просто интересный, насыщенный. Поэтому, я думаю, можно, как бы, лайк поставить. И, конечно же, подписаться на канал. Ну что же, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Приходите ко мне на второй сервачок. Всем пока-пока.